Что у вас? Посмотрите, пожалуйста, на то, как вы, значит, описываете свою ситуацию. Итак, посмотрите, пожалуйста, на то, что вы, говоря о своей проблеме на работе, как бы приводите такую информацию, что значит, в вашем коллективе, в коллективе, в котором вы сейчас находитесь, в этом коллективе вы, значит, оказались в довольно-таки трудной для себя обстановке. Как она сложилась, эта обстановка, мы сейчас с вами говорить не будем, это не столь важно. Важно, важно другое. Важно то, что эта обстановка сложилась, и она заставляет вас нуждаться в том, чтобы уйти, уйти из этого коллектива. Ну, по крайней мере, этого вы хотели бы, да? Вы хотели бы уйти из этого коллектива. И, в принципе, я вас понимаю. С другой стороны, у вас нет возможности искать новый коллектив. То есть, у вас нет никаких вообще сил для того, чтобы как-то ситуацию нормализовать. Соответственно, не имея возможности нормализовать ситуацию, не имея возможности адекватно и правильно значит, справиться с тем, что на работе, вы при этом не можете и уйти оттуда. При этом вы не можете и ну, найти себе новую работу. и получается так, что вы оказались в ловушке. Получилось так, что вы оказались в ну, я бы сказал в определенном таком тупике. Да? Вы оказались в тупике. Соответственно, давайте попробуем с вами подумать о том, как бы вы могли из этого тупика выйти. Для начала по определению хочется сказать вам такую, может быть, не очень приятную вещь. Связана она в первую очередь с тем, что вам ситуация, в которой вы оказались чем-то удобной. связана она с тем, что вам ситуация, в которой вы сейчас пребываете комфортно и вы удерживаетесь в этой ситуации. вы удерживаетесь как бы в ней. И я думаю, что первоперво вам необходимо подумать, что заставляет вас в этой ситуации находиться. Что доставляет вас быть в этой ситуации. Что доставляет вас продолжать в ней находиться. Что удерживает вас в ней в этой ситуации. Я надеюсь, что вы сможете подумать на эту тему. И тогда вы определите, что мешает вам из нее выйти. что мешает вам выйти из этой ситуации. Это первое. Второе, пожалуй, обязательно нужно определить, чем она вам удобна. То, что вы что-то получаете благодаря тому, что находитесь в ней, это очевидно. И я думаю, что без понимания этого, без понимания того, чем вам удобна ситуация, в которой вы оказались, тоже не получится из нее адекватно вы. Далее, как вы рассматриваете возможность разрешить ту негативную ситуацию, которая у вас образовалась именно на работе. почему вы принимаете на себя ее? Ведь она связана не с вами как таковой, она связана с тем, что с вами происходит. она связана с тем, что вы работаете, она связана с тем, что вы в группе. Почему вы позволяете себя втягивать в, например, в проблемы, в то, что к вам напрямую не относятся? Вот. Это, я полагаю, нужно тоже выяснить. И далее, в чем трудность вливания в новый коллектив, если вы настроены именно на работу? связана трудность вливания в коллектив. Именно, опять же, для вас. Я хочу, чтобы вы постарались вот это для себя понять, ибо это очень важно. И вот после того, как все это вы сможете для себя определить, после того, как вы сможете для себя это выяснить, можно будет говорить о том, что вы сможете понять, как вам действовать дальше. Я только надеюсь, что вы сможете это сделать, потому что это очень важно. Вы пишите, не могу понять, уходить с работы или нет. А что вас удерживает на работе? Скажите, пожалуйста. Что вас удерживает на этом месте работы? Подумайте. Это очень важный момент. если вы постираетесь понять, что вас удерживает на работе в данный момент, в данный конкретный момент, то вы сможете понять, что вам нужно и руководствуясь этим, сможете корректировать свое поведение. Я думаю, так. Можно будет ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду помочь помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. А также успешного разрешения данной ситуации. удачи. Приятного Продолжение следует...